Скажите, на ваш взгляд, биткоин это деньги? Артур, это ты виноват! И да, и нет. Это валюта, которая очень... Она нестабильнее, чем любая другая валюта. Биткоин первый стоил 16 центов, потом он стоил 800 долларов, а теперь он стоит 250 долларов. Это самая нестабильная валюта в мире. Если брать его в плане коммерции, то биткоин призван. Да, есть платежные системы, которые ведут расчеты по биткоинам, по другим криптовалютам. Например, в Российской Федерации запрещен оборот биткоинов. Он было наказуем, но при этом российские власти создают свой биткоин. То есть, типа, биткоин не можно делать, но можно. В принципе, можно сказать, что да. Просто он еще не влился в обыденную жизнь. Вы идите на улицу, спросите 10 человек, что такое биткоин. Найдете ли вы одного, кто вам скажет, и даст ответ на этот вопрос? Я вас поздравляю. А что посоветуете почитать у тебя в день? Мазараки, философия денег. И еще что-нибудь? Курс экономики. Ну, ладно всего. Что-что? Какая валюта самая стабильная? Самая стабильная до недавних пор был швейцарский франк. А сейчас? А что будет? Сейчас. Тяжело сказать, сейчас кризис. Сейчас практически ни одна валюта сможет быть стабильнее. А есть ли какая-то валюта, которая не дешевее, это заражает? Не подверганная инфляция? Любые деньги подвергнуты инфляции. Это зависит от интервенции, от того, что предпринимает центральный банк. Из-за центрального банка валюта может не дешеветь. Например, вот как в Евросоюзе сейчас. Потому что центральный банк Европейского Союза выкупает государственные облигации, тем самым пытаясь удерживать курс евро. А вот такие ситуации, как с Грецией, евро под юг, вниз. Яркий пример. Китайский юань, китайский центробанк очень стремительно движется к тому, чтобы сделать юань резервной валютой. Но уже сделали. Еще не призван официально. Они стремятся только. Не, уже вроде сделали. Да, по-рубой тому. А скажите, а деятельность центральных банков фальшевого манечества как-то отличается? У них тесно это лицензия. Хорошо, ловко. Следующие вопросы? Спасибо. Золото. Современная ценность золота, кроме редкости его добычи и важности в плане использования аптеки, какая у вас вообще есть? Ценность золота? Золото сейчас очень подвержено спекуляциям. На самом деле это очень спекулятивный товар. Те же китайцы, они закупают все золото. Я в прошлом разговаривал, китайцы закупают все, в том числе золото. В августе месяце в 4 часа утра по нашему времени в Китае одним лотом продали 5 тонн золота и обвалили его страны с практически на 200 долларов. Все зависит от рыночных ограничений, от паритета, от баланса. В мире самый важный баланс и спекуляция. А в США до сих пор эти 70%? Нет. Они уже не говорят. Они закрыли флот-мансики по такому. Нет. Я не покажу. Это манер. Поэтому никто не знает, насколько доллар подкреплен золотом. Вот в чем секрет. Мне кажется, все? Да. Все, спасибо.